друзья всем привет меня зовут екатерина мой сад находится в минской области и сегодня я хочу вам показать и сделать видео обзор самых самых необычных нестандартных не похожих на туи туи да представьте себе ведь у нас какие ассоциации всплывают сразу после слова туи это туя даника это туя спиралис это туя самарагд конечно же и туевый забор но все же есть и нечто эксклюзивное которое я выбирал и подбирала для своего сада но похоже больше на какие-то кустарники может быть на многолетники имеют разную окраску хвои в общем есть на что посмотреть так как туи неприхотливые в уходе абсолютно растут украшают наши сады ну и конечно радует хозяев этих садов пойдемте прогуляемся и посмотрим на самые самые необычные туи друзья хочу начать вот именно с этой туи так как про нее у меня несколько раз уже спрашивали это относительно молодое растение в моем саду растет лишь год посадка прошлого года это туя западная пендула на самом деле очень а необычное и редкое растение в продаже появляется крайне редко до имеет просто зеленую хвою но крона должна быть полакучий то есть висать побеги вниз и что мы уже и наблюдаем я сейчас переверну камеру и покажу более близко и детально так как наверное солнышко искажает но вот на моем фоне вы можете видеть размеры этого растения посадила в прошлом году высота была лишь 23 сантиметра а в этом смотрите что делается я вот даже вместе с вами хочу сделать замер и посмотреть что это у нас так 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 уперлись мы да вот 90 сантиметров 90 сантиметров то есть она выросла насколько на на 67 сантиметров до 23 24 ну 66 67 сантиметров за ну наверное два лета до в прошлом году тоже же она подросла очень необычная до имеет просто зеленую хвою но быстрый рост вот мне кажется опору уже здесь маленькая бамбук вы палочка то и нужно убирать спрашивали как растет горит ли она потому что у кого-то горит кто-то где-то утверждает нет она у меня не горела одна лапка подопрела под снегом которого и было очень мало но это незаметно все остальное смотрите немножечко редковатая крона но ждем будем расти друзья ну вот интересно согласитесь пендула не ель не сосна а туя туя пендула вот уже плачут у нее побеги смотрите как они вытягиваются и вниз очень интересно у меня там много разных той ну вот такая первое покажу вам еще это растение с другого ракурса как же она мне нравится я оставила для нее много места она должна быть около двух метров шириной в нижней части юбочка будет все-таки пошире ну а дальше вверху плакучая часть около полтора метра вот так выглядит а макушечка этой туи немножечко разветвленная но все равно здесь есть лидер она видно и лидер растет конечно ствол имеет коричневый цвет ярко зеленый цвет хвои с коричневыми побегами это смотрится конечно все фантастически фантастически вот такая друзья то я западная пендула у кого есть такая пишите как растет это . у вас но получается в год она дает приросты около 30 сантиметров то есть растет быстро и буквально за год это очень приятно я уже вижу вот такую картинку не крохот куда там сантиметровую и плюс еще один сантиметр а уже нечто нечто вырисовывается и среди мои клумбы которая сегодня состоит из наверное 70 процентов из коры наконец-то стало видно да нужно время и много нужно время для того чтобы наши растения как-то проявили себя показали объемы друзья ну что ж поделать ну что ж поделать красота давайте дальше следующая туя про которую хочу вам рассказать расположена на моей круглой клумбе с карликовыми растениями это туя складчатая вип карт необычайной красоты за счет своей нестандартной нити образные хвои вот это вот ниточка может достигать у средневзрослого растения 30 сантиметров и это конечно очень красиво фантастически смотрится но вот моя ту я растет уже два года два года назад она посажена в двадцать втором году был такой саженец из не знаю ну 6 7 ниточек то есть вообще крохотулечка и вот эти ниточки утолщаются из них вот идут уже такие пучки новые вот таким образом и длина ниточек было тогда сколько там 20 сантиметров сегодня это чуть больше 30 в общем выросла на 10 сантиметров за сколько это за два года вот такая пышечка вообще она считается пусть и складчатая складчатые такие должны быть крупных размеров но она карликовый подвид и будет не очень большой единственное что вот эти ниточки раскидистые очень красивые вот такими пучками выдает пучок вот на кончике этой ниточки выдает пучок и с него вот в следующем году вырастут вот эти хвой нитки назовем их так вот такая классная ту я у меня маленькая есть еще саженцы прибитые на штамбе это похоже на некую пальму правда красота невероятная ну даже и вот в такой форме естественной тоже она интересная ту я складчатая випкарт следующая ту я которую хочу вам показать это ту я к герс бьюти также относится к категории складчатых вот она какая это подушечка округлой приплюснутой формы растет уже три года очень медленно друзья очень медленно у него прирост 5 сантиметров в год 5 сантиметров и вроде бы покупала немаленький саженец там в трехлитровом контейнере ну вот она такая медленно очень растет набирает лишь немножечко ширину а высота высота здесь примерно 25-30 сантиметров ну и ширина где-то 50 то есть очень медленно растущая ту я похожа она на тую или на что-то другое вот согласитесь мало похоже конечно знатоки уже скажут а это же то я к герс бьюти что там кстати что еще у нее особенного у этой ту и помимо того что такие достаточно толстые побеги тоже нити образные но коротенькая ниточка то есть такими непонятными лапочками она растет в стороны на зиму приобретает бронзовый оттенок и в первый год было если честно жутковато я даже подумала что наверное пропадает или замерзла потому как не видела ранее в описании этой ту и что она может вот так менять цвет да сейчас она зеленая конечно хорошо бы она смотрелась наверное на такой большой клумбе с отсыпкой из коры бы сильно отличалась ну знаете и зимой на тоже хорошо выглядит мне просто нужно здесь была такая зелень подушечка вот гортензия в ножке приобретает бурый оттенок на зиму бронзовый очень необычный нестандартный поэтому если вы такую приобрели посадили спустя месяц увидели что она вдруг пожелтела там покоричневела не пугать это ее нормальный цвет я называю оранжевым кто-то называет бронзовым в общем каждому свое вот так она выглядит с этой стороны очень интересно аккуратненько подушечку но так медленно растет я ожидала от нее большего роста большего а мне нравится вот все такое необычное все такое необычное решила пусть будет здесь в качестве такого приплюснутого почвопокровника возле гортензий на передний план кстати здесь у меня такая клумба там хвойные повыше и гортензии высокие по краю гортензии пониже и вот между ними я все-таки думала и до сих пор остается у меня такая задумка что надо подсаживать хвойные так как зимой долгое время весной она эта клумба не декоративна за счет того что гортензии поздно просыпаются и поздно цветут а хвойные будут добавлять изюминку некие краски ну и что касается цвета она не очень-то ярко зеленая к гирс бьюти у нее такой может быть ближе к салатовому оттеночку то есть есть такой светло зеленый цвет очень красивый и тоже побеги прошлого года они потихонечку начинают одревесневать взрослеть и приобретать вот такой коричневатый оттенок коричнево-оранжевый даже да так в общем интересная туя друзья вот еще одна туя для вас я для себя составила список из десяти необычных туй и иду по порядку возможно буду возвращаться еще в какие-то клумбы в которых недавно была но это моя десятка друзья поэтому поэтому пройдемся очень часто показываю вам а вот эту тую туя западная golden to fit смотрите какая она сегодня уже ей холодно она уже также приобретает бронзовый оттенок растет форме подушечки округлой формы но у меня вот выросла неким овалом ну да ладно ту я достаточно взрослая вот такая хвоя у нее внутри зеленая в начале лета и летом она имеет такой желтый салатовый окрас фантастической красоты растет кстати медленно ей 7 лет вот такая вот подушечка вот это хвоя молодые приросты вот эти верхние они были желтого цвета все лето красиво красиво сейчас ночи холодные у нас плюс 10 там плюс 12 плюс эта роса поздно все просыхает и да видите она уже приобретает свой такой окрас зимний и зимой стоит вот так это туя в молодом возрасте когда сажают ее вот такой лапочкой и у нее слабо еще маленькая корневая система да может подгорать от весеннего такого жгучего солнца но у меня был это в первый год дальше ничего подобного не замечала чем старше туя тем она сильнее и устойчивая к солнцу и к другим погодным условиям растет у меня здесь вот на углу клумбы с карликовыми хвойными растениями для нее я вот оставила специально этот кружок так считала на лет десять что она все это займет еще немножечко останется бордюра мне кажется она напрыгнет и на бордюр ширина этой ту и должна быть около 80 сантиметров у меня уже имеет в самой длинной точке в длину 60 нам еще есть куда расти ну а высота очень маленькая 30 сантиметров то есть понимаете такой приплюснутый шарик вот это туя а мне нравится такой яркий где-то акцент растет медленно мы все боимся быстро растущих растений кто-то наоборот сажает взрослые такие крупномеры и или ждет чтобы быстро выросла ну а где-то нужны и карликовые до с краю клумбы где-то возле каких-то многолетников которые отмирают на зиму да и весной оживают в ноги же надо что-то подсаживать поэтому вот это вот туя красивая golden taffet я друзья рекомендую и плавно перехожу здесь 2 туя это уже 5 сегодняшнем обзоре который я хочу похвалить это туя с очень интересным названием туя западная теди мишка мишка мой любимый мишка у меня есть теди живой мишка чихуахуа ну и вот такой мишка растет в саду но этот экземплярчик уже очень взрослый ему семь лет напоминает мне и такую не знаю гору скалу я все время вот говорю что нету здесь какого-то ровненького шарика или овала ну а вот именно гора гора большая гора с лиственными какими-то растениями очень много на эту тую наговоров жалоб что она такая плохая такая сякая горит что она разваливается что она очень быстро теряет декоративность друзья но я же ее обожаю но смотрите чем она не декоративно семь лет живет семь лет живет в моем саду так где у меня рулетка я сейчас померяю ее ширину вместе с вами да ну вот так где-то так так сколько у меня где-то 60 ширина ну а высота давайте высота где-то ну 45 максимум 50 самой большой точке вот так она выглядит немного бывает снегом и и придавит и немножечко вот сверху но она очень быстро восстанавливается не знаю гореть горит ли у меня не горит друзья вот вам покажу ее со всех сторон я ее обожаю эту красотку обожаю вот что случилось вот это вот может птичка как на насела сломал вот это вот надо конечно обрезать ладно не буду тянуть спрячем вот вот какая гора моя зеленая гора туя тэдди да внутри если вот глубоко заглянуть конечно же там коричневая и черная хвоя потому что растение взрослая света там не хватает а почему ей там быть зеленой с какой стати это невозможно она конечно же там отмирает от недостатка света того что она очень взрослая там внутри вот а это все молодые приросты сверху все больше и больше вот она состоит не из одного стуну у меня во первых один стволик и дальше она кустится вот она состоит из-за таких кусочков частей и они все разные высоты но в массе создает вот эту тую тэдди посмотрите как она смотрится нечто нечто фантастическое не что нечто фантастическое я обожаю тут уют эти хвалю ее и рекомендую конечно она должна проветриваться со всех сторон ну вот на нее уже налегает ель дейзи white конечно вот скоро не сомкнуться вот здесь осталось чуть-чуть очень жалко что делать будем решать позже по мере срастания когда придет время ну а пока это туя выглядит так кто бы что не говорил друзья я хочу чтобы вы на нее посмотрели на моем фоне вот такая интересная гора из туи тэдди видите какие размеры у нее какие объемы вроде бы на камере миниатюрная да в живую кто видит эту ту и они все в восхищении и в недоумении что вот есть такое нечто необычное у которой иголочка там буквально три миллиметра иголочка при ростике при ростике два-три сантиметра и вот она формирует и такую форму суперскую фантастическую друзья вот такая туя тэдди вот такая красотка мне она нравится а вам напишите напишите кому не нравится или кому она нравится как она ведет у вас в саду себя обязательно у меня такая послушная хорошая девочка красивый экземпляр друзья еще одна красавица очень необычная ту я да это ту я ту я западная аня у которой молодые приросты вот именно кончики побегов имеют такой желтомолочный цвет нежный нежный красивый красивый и смотрится она издалека тоже суперским растет медленно 10 лет должна быть высотой лишь 150 сантиметров при ширине кроны 50 то есть такая узенькая колонна или столбик небольшой высоты вот сюда посадила растет уже в моем саду три года и значительно выросла сейчас даже я всегда с рулеткой померяем как же она выросла за три года саженец был высотой 50 сантиметров такой худенький худенький такой рыхленький но сегодня это 100 но смотрите 50 сантиметров она дала за три года нормально чуть более 15 сантиметров прирост в год что касается ширины то ширина 45 где-то уже почти ее набрала не знаю почему она такая должна быть уже и выше ну ладно пусть растет очень красивая необычная ту я друзья рекомендую медленно растущая ну просто просто находка для сада плюс вот эти вот прирост и их можно подходить рассматривать на солнышке они желтые прям светятся в пасмурную погоду кажутся больше такие молочные что ли крем очень интересно но и преимущественно вот эти приросты идут по вот где-то одной третьей верхней части кроны здесь внизу то этих приростиков и не видно особо а вот здесь самая самая мощь будет так какой-то букет какой-то цветок сверху вот такая ту я аня тоже моей коллекции еще один эксклюзив которому я приближаюсь друзья это ту я посажена в прошлом году как карлик карлик из карликов и название у нее очень интересная ту я западная манники сверк очень интересное название это ту я должна быть я нашла единственный источник где указано что будет в 15 лет не в 10 в 15 60 сантиметров диаметре этакий шарик но я шарики люблю карликовая люблю плюс еще она необычная она вот с таким кремовым приростом а здесь такой более белый цвет ну и кстати зимовала первый год отлично ничего не подмерзла чаще вот эти вот приросты таких других оттенков регатных они подмерзают но нет то я вообще классно перезимовала но друзья я ведь посадила и только в прошлом году и размером она была с кулачок 22 сантиметра высотой но она выросла я вам скажу в несколько раз ну вот в ширину точно было то можно сказать ниточка кулачок сейчас померяем вместе с вами как же она подросла ну вот так 30 так 30 сколько 67 сейчас так стоим так так ну вот самая высокая веточка вот это достигает параметра 40 сантиметров соответственно она за два лета выросла в два раза до ее сажал в начале лета и вот второе лето прошло выросла в два раза 40 сантиметров поэтому 60 в 15 она точно не будет будет нечто большее ну будем наблюдать возможно ли это пересорт не знаю цветовая окраска полностью соответствует характеристикам полностью друзья формирование кроны шариком тоже полностью может быть наш климат нравится может быть это источник был для более северных регионов а у нас все же потеплее и зимы теплее и влажность у нас не жара нету там сильно сухой такой жаркой погоды может быть ей у нас и понравилось вот такая друзья маленький сверх ту я у кого растет пишите у кого есть и такие эксклюзив чик карликовый карликовый в кавычках давайте будем уже слова карлик в кавычки брать потому что потому что карлики все наши карлики условные карлики ну пусть растет мы любим растения мы любим этот зеленый хвойный мир и ко всему готовы не будем обижаться если она будет очень большой наоборот это так скажем новый пластилин для творчества будет картина маслом туя западная rain gold среди роз очень красивых роз красное и белое это сочетание конечно фантастическое и сам бы не придумал как вот получается иногда что-то кого-то меняем местами временно и получается вот такая картинка произвольная и очень 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 симпатичная ну давайте подойдем к моей ту и rain gold она также очень необычная я ее отношу к этой категории во первых у нее очень мелкая игла и лапки мягкие мягкие приятные на ощупь насыщенный желтый цвет вот сейчас вы видите да середина сентября яркая яркая немножечко появляется тень от плодового сада ну а летом этой тени конечно же нет она на полном солнце и весной в том числе с посадка прошлого года этой туи всего лишь год выросла в два раза из 20 сантиметров превратилась уже в 45 но это туя она имеет маленькие размеры в 10 лет высота лишь порядка полтора метра так ширина около метра ну и дальше конечно же ее размеры не останавливаются она продолжает расти набрала ширину у меня меньше чем высоту мне кажется в ширину она сильно прибавила это туя приобретает оранжевый оттенок на зиму по кончикам побегов очень это интересно смотрится соответственно летом она очень яркая желтая при желтая ну а зимой становится такое немножечко оранжевой необычной это туя хорошо поддается формировки можно стричь с нее разные топиарные формы я буду лишь заужать эту крону так как она здесь посажена у меня среди пихты глаука вот вы видите ее сейчас по центру до пихта глаука а здесь отсюда канадская это суга видовая без подсорта она будет большая и вот эти три цвета синий желтый и зеленый я отступила два метра друг от друга поэтому конечно вот эту туечку буду немножечко выстригать такой узенькой колонной узенькой но это в далеком наверное будущем если учесть вот эти медленные параметры роста красивая до невозможности не похоже на ту и потому как повторюсь у нее очень маленькие иголочки приросты и каждая лапка давайте я вам ее покажу поближе смотрите какая она кучерявая пушистая как мелкие побеги при ростике так мелкие иголочки очень непонятно и не похоже непонятно на что есть похожие виды у кипарисовиков вот с такой иголочкой кстати но кипарисовики такие колючие немножко а вот туя rain gold она мягенькая приятная на ощупь вот формирует тут я так понимаю две макушечки идут у нее все оставляю как есть буду немножечко лишь ширину вот снимать тем самым она уплотнится и будет красавицы вот друзья такая так розы меня взяли в плен захватили розы тогда будешь ходить тут понимаешь вот буду вот такая вот красивая роза это не на войну кстати если кого-то интересует друзья еще одна необычная ту я для вашего сада вот хвалю ее бесконечно отдельно есть про нее видео как она изменилась за три года и так далее вот это туя западная боулинг бол я когда-то ее покупала как карликовую ну как когда-то это было всего лишь 7 лет назад я посмотрела свои источники и мне почему-то казалось что ей лет уже 10 а ей всего лишь 7 но смотрите она уже последний год у меня не набирает ширину а лишь уплотняется чем это ту я декоративно и почему я ее вот рекомендую для садов во-первых неприхотливая не болеет не горит плюс плюс большие достоинства дальше ее не разламывает снегом вот сколько бы не было снега и его так прижимает приплюс нет вот практически к земле убираем снег начинает жить с корневая питать и поставлять влагу растению они быстренько побегите все поднимаются она не развалится так как у нее хвоя переплетает друг друга настолько плотно настолько густо что бояться снега не стоит вот именно это то я точно не боится снега соответственно она не боится разломов и крона вот с годами я уже вижу вот последние два года она лишь уплотняется она не становится больше выше шире она уплотняется очень классно плюс нитеобразная хвоя нестандартные даники которые уже везде да то есть вот нечто необычное не похоже на ту и мне даже просто что это это ту я это ту я с нитеобразной хвоей и она на зиму приобретает такой глухой зеленый оттенок может быть даже где-то с бронзовым налетом то есть цвет у нее тоже меняется но как только вот приходит весна оттаивает земля она вспыхивает своими яркими зелеными красками вот такая вот ту я давать я примерно подведу ее итог за семь лет так 110 сантиметров она уже умеет у меня ширину вы представляете 110 так а высота но высота где-то 55 вот такая друзья ту я боулинг-бол рекомендую обожаю эту плюшку она еще растет у меня в другой части сада которую я сама укоренила мне не нравится мне не нравится ими можно дополнять любые композиции их можно стричь немножко сдерживаться в ширину высоту она не набирает ну или чередовать с какими-то другими растениями для бордюров в общем классная подушка из туи боулинг-бол и друзья еще одна туя все мои подписчики и и знают ну а кто не знает познакомлю это ту я вересковидная эрика и дэс вересковидная который имеет также необычную хвою не похожи на ту и не стандартные такие формируют свою крону таким стогом полу овалом полу яйцом можно сказать многоствольная даже кто-то принимает это за хвойный кустарник и в принципе это туя и относится к хвойному кустарнику не к дереву а кустарнику имеет много стволиков и разрастается очень красиво кстати настолько она пластичная что даже ее разваливала снегом мне есть зимние обзоры просто лежала такое не знаю лилией в разные стороны от мокрого снега снег убираешь она восстанавливается буквально там за считанное время в общем устойчивая тоже к снегу несмотря на вот эту ниточку хвои образную такую немножечко может есть колючесть хотя больше по большей части мягкая туя и я ее еще называют три color так как у нее столько оттенков в течение года просто не пересчитать друзья это и фиолетовый налет это и какой-то медный бронзовый налет особенно зимой она отливает каким-то таким приятным фиолетово-бронзовым оттенком что-то фантастическое весной она имеет бронзовый оттенок и даже кто-то путает ее с неживой туей ну а потом когда приходит весна и то и начинает давать молодые приросты яркие зеленые такие они даже может сизого немножечко оттенка прирост и дает и все она опять изменяется на 5 другая и в саду у вас будет много оттенков много красок растет быстро неприхотливая не горит и очень необычная у меня их много по саду есть со стриженной формы а есть вот в такой естественной форме природной и мне в такой естественной природной форме и мне это очень нравится и когда она выросла я не знаю хотя на самом деле вот этой туи 12 лет вот этой туи 12 лет выращена можно сказать из маленького саженца череночка там 15-20 сантиметров где-то так вот за 12 лет эта высота уже два метра всего лишь два метра но такая плотная широкая подушечка можно использовать и в качестве зеленой изгороди и для зеленого забора сочетать с какими-то другими растениями в общем-то и находка друзья если вы досмотрели это видео до данной точки то вы значит такой же увлеченный человек как и я любите зеленый мир и в особенности хвойные растения я показала вам 10 самых необычных ту и в моем саду и если еще встречу что-то такое подобное эксклюзивно не похожи на ту и даника и на ту и смараг то обязательно приобрету посажу и буду с вами делиться ну а вы выбирайте для себя свои ту и на ваш взгляд самые красивые эксклюзивные и сажайте они вас будут только радоваться всем хорошего дня отличного настроения и до встречи